Сегодня в программе «Простые вопросы» скульптор Андрей Асташов и его загадочные работы. Все начинается с чего-то абстрактного. Все равно все решает зритель. От размера работы, размер идеи не зависит. Если нам нравится, то я думаю, что это будет жить и будет иметь развитие. Добрый вечер, Андрей. Большое спасибо за возможность встретиться. Мы беседуем в Троицком предместе вашей галереи. Насколько мне известно, в конце года, каждый год на протяжении уже нескольких лет, вы представляете новую коллекцию. Я, честно говоря, не сталкивался с этим. Думал, что это только в мире моды. Есть такая новая история или в мире музыки есть новые альбомы. Это вы сами придумали такую традицию? Или это, в общем-то, у художников-скульпторов есть такие примеры? Нет, наверное, какая-то договоренность между мной и моими партнерами в том, что работа показывается раз в год. То есть обычно скульптор делает или художник делает свою работу и бежит быстрее показать, потому что есть желание отдачи. Каждую отдельную. Зрительское, да. А здесь, как бы, это такой процесс... Я, может быть, неправильное слово – коллекцию употребил. Ну, можно сказать, лучше серия работ. Серия. Да, как бы это ближе, наверное, будет к искусству, скажем так. Да. Итак, эти работы называются левитацией. Часть из них мы их видели. Да, да, вся эта серия работ называется «Маленькие левитации». Это история утверждения того, что мы, как и, в принципе, буддистские монахи и те люди, которые имеют возможность контролировать себя, свой мир, свою жизнь и обладают этим знанием левитации, а здесь, как бы, говорится о том, что каждый человек тоже испытывает это ощущение легкого подъема над землей. И в определенные моменты жизни мы все это испытываем, но не замечаем. Ну, хорошо. А вот вы сами когда летаете? Ой, вот, как бы, в принципе, все эти работы говорят о том, когда я, в принципе, летал. То есть это мы дочерях, дочерях семье, и я себе тоже. Каждый день подъем с утра, какие-то ритуальные вещи, которые мы делаем, они тоже нас поднимают над землей. Вот, какое-то новое событие, какая-то, ну, не знаю, встреча, знакомство, что-то еще. Еще есть такие легкие отрывы от земли, и у меня, наверное, и у вас тоже. Ну, уж не знаю. Во всяком случае, я видел такую скульптуру девочки, по-моему, там, на коньках. Я думаю, что это вы со своих дочерей что-то. Да-да-да-да. То есть сначала все равно это будет очень, как бы, момент трогательный и непонятный. То есть там три работы, они как бы в развитии находятся. Сначала она абсолютно обнажена. Во второй работе есть уже какие-то союзники, какие-то звери-игрушки. А третья, она уже выступает в роли какой-то, ну, там, прекрасной принцессы. Ну, очень многие говорят о том, что вот ваши работы и графики, и скульптуры как раз-таки что-то из разряда того, подсмотренного за своими детьми. Но давайте о другом. Вас все знают как белорусского скульптора. Ну, практически все ваши работы, ну, в общем, далеко не белорусы. Причем одни видят в них китайцев, другие видят вьетнамцев. Хотя ни китайцы, ни вьетнамцы, ни тайцы себя не узнают. Что это за люди? Я думаю, что это необычные люди какого-то необычного внутреннего мира, которые позволяют мне, ну, говорить о своем, высказывать свои идеи, погружать человека в какой-то иной мир. Потому что в ином мире, ну, как бы, не очень хорошо, если там появятся очень нам знакомые люди. Они должны находиться вместе с нами. А тот мир, который сочиняется, он для фантазий, для вымыслов, и, я думаю, для таких необычных персонажей. Ну, как этот мир завладел вашим разумом? Вы знаете, ну, я знаю, вы из небольшого белорусского города. В общем-то, надо было что-то читать или попасть под влияние какого-то фильма, другого художественного произведения, чтобы увлечься такими необычными существами, но явно восточными. Да, вы знаете, юности, как бы, и вот когда училище художественное, когда еще были все молодыми, пришлось такой период, когда открылись какие-то рамки, заборы, и сюда захлестнула, как бы, вот эта культура восточная. Была целая, как бы, эпоха, когда люди искали учителей, изучали литературу, мантры, не знаю, сутры. Ну, я понимаю, мы с вами приблизительно одного возраста, я помню, это в безумное время. Я думаю, что это повлияло на таком достаточно глубоком уровне, потому что это не было мимолетным увлечением, это было несколько лет, и даже, там, может, пять лет, это все, как бы, было актуально. Но это была восточная философия, восточное искусство, что у вас? Все, это был целый комплекс того, что, ну, как бы, было закрыто. Ну, естественно, что сначала шла философия, как основной, как бы, мотив, как бы, создания, там, человека, внутреннего человека – это влияние философии. Скажите, каждая работа – это какая-то история, в которой вы видите, что происходило с этим персонажем? Или это, вы знаете, наоборот, от образа? Вот вам понравилась поза, взгляд, какое-то положение, и вы от него уже начинаете додумывать, что могло бы быть? Вы знаете, всегда по-разному. Иногда от образа, иногда от какой-то ситуации конкретной, которая была видена. То есть здесь рождаются образы всегда, ну, не одинаково. Единственное, что оно, как бы, есть в сознании того, что, чтобы работа была интересная, она должна быть гармонична во всех отношениях. Там должен быть и литературный аспект, и философский, и пластический, и цветовой. И когда все эти, как бы, возможности использованы до конца, получается произведение искусства. И, ну, можно говорить о том, что это, как бы, будет лучшая работа или худшая. Ну, а в процессе все равно возникают вопросы, и проблемы, и творческие, и, там, какое-то сопротивление материала, и другие вопросы. Насколько они успешно решались, настолько, наверное, успешно получилось. Но у вас безумное количество маленьких трогательных девочек, при этом достаточно хорошо вооруженных у них, там, мечи, стрелы и так далее. То есть это, знаете, может быть, как врач-психотерапевт какой-нибудь сказал, это желание оградить или защитить своих дочерей. Сами себе вы как объясняете, почему столько девочек, такие трогательные, хрупкие и обязательно воинственные? У вас даже есть целая серия работ «Девичий дозор». Ну, в принципе, да. Это была серия работ именно об этом, о том, что девочки могут защитить внутренний мир любого папы, мужчины или какого-то там человека, в мире которого они присутствуют. Естественно, что им нужно быть не только чувственными и нежными, но и обладать каким-то знанием или оружием для того, чтобы противопостоять, наверное, миру. Не знаю, хоть он и не агрессивен, но в этом есть какой-то смысл. Насколько мне известно, вы единственный из белорусских скульпторов, которые представили современное белорусское искусство вот как раз в музее, в Русском художественном музее в Санкт-Петербурге, в Михайловском. В Михайловском замке, да, была выставка. Много людей из разных стран приходили посмотреть на ваши работы, но они наверняка не видят белорусского художника. Вы знаете, по контексту, конечно, она может быть странновато выглядит, но мы живем в постсоветской стране, и я думаю, что это явление должно было появиться, потому что этого не хватало. Ну, если вспомнить искусство и все, как бы театр, музыка, то, что происходило во времена, когда мы жили для идей, оно как бы исчерпало себя, и когда общество было выброшено в такой прострации, где сами разбираетесь, я думаю, что приход каких-то новых форм, разговор о внутреннем мире человека, не об идее, а о том, как он живет, как он развивается, что ли, становится, стало важным, и это всего лишь один, ну, какой-то пример того, как это могло развиваться. То есть еще и другие художники, они говорят на другом языке, а этот, наверное, мой, он мне ближе. Знаете, ну, любой художник, даже самый именитый, я художник говорю в широком смысле, то есть имею в виду и музыканта, и поэт, и сталкивается с тем, что ему приходится работать на заказ. Вот, к примеру, если бы сформировался такой заказ, уж не знаю, от частного лица, или, скажем, от какой-то общественной или государственной организации, создать работу от Асташова исключительно в национальном колорите, отражающей национальную историю, вы бы взялись за такую работу? И как вы думаете, что бы это могло бы быть? Что бы это могло быть, я не знаю, но хотелось бы, как бы, не изменяясь своим принципам, все-таки говорить о внутреннем мире человека, нежели о каких-то других сентенциях, которые мне не близки. Но найти пластические, интересно, интересно литературно или философски, это, во-первых, это интересная задача, значит, с этим интересно работать. Вот в идеале конечный результат работы скульптора это все-таки нечто площадное, что должно находиться на улице, иметь доступ и возможность к тому, чтобы к этому приходили и дотрагивались. Вы, кстати, один из очень немногих художников, которые разрешают трогать все свои экспонаты. То есть вот конечный результат, все-таки он должен быть общедоступным и должен находиться где-то вот на площади, на улице. Да, существует такая, не знаю, идея о том, что монументальное искусство – это высшая форма искусства. Ну, потому что оно монументально и воздействует на людей в большом количестве. И самое доступное, получается. Да, да, да. Но я не думаю, что это так. На самом деле от размера работы размер идеи не зависит. Возможно, что просто, опять же, популяризация, да, но популярные работы и в музеях находятся… Да, и посмотрите, развитие современных технологий жесточайшим образом поступило со всеми видами искусств. С музыкой, с живописью, с фотографией и по части, наверняка, со скульптурой. Доступность всех возможных в видах, получить любую информацию и, собственно, так же просто создать. Может быть, в меньшей степени, конечно, касается скульптуры, но что касается музыки, фотографии и живописи, это посредством компьютерных технологий вообще легко. Можно ли сказать, что с одной стороны девальвировалась настоящая профессия художника, а с другой стороны, что достучаться или дойти по-настоящему талантливым работам сложно просто из-за колоссального количества слишком не всегда хороших или просто посредственных работ, которые вываливаются на человека, интересующегося искусством? Ну, я думаю, что все равно все решает зритель. Как бы там ни было, что бы нам ни говорили, у нас есть к этому отношение, нам нравится это или нет. Если нам нравится, то я думаю, что это будет жить и будет иметь развитие, скажем так. То есть может быть, это в каком-то моменте быть неприемлемо или что-то, но если человек хочет вырасти, хочет развиваться, будет впитывать в себя информацию со стороны, он будет расти, и, естественно, что и его произведения будут вместе с ним приобретать новые качества. По поводу того, что очень много действительно современных материалов, очень много новых, и этим пользуется и скульптура, и живопись, и графика. Вопрос за художником, что он будет выбирать, на каком языке он будет говорить со зрителем, что он хочет донести, и, ну, надолго ли его произведение, долго ли его произведение будет жить. Но, насколько мне известно, ваши работы создаются тем же методом, которым создавались сколько лет назад? Ой, да. Я уже и не вспомню, когда было изобретено литье из бронзы, но, в принципе, здесь ничего не изменилось. Да? Да, да. Тогда вот как в процентном соотношении время, потраченное на создание самой работы, которое, насколько я от вас узнал, вы делаете в пластилине изначально, сколько вы на это время тратите, и сколько уже, что называется, на производственный процесс? Где-то от начала до завершающей точки, ну, если, например, мягкий материал закончен, а мягкий материал тоже может длиться, это все-таки творческий процесс. Бывает, что работа летит очень быстро, и, как бы, получается. А бывает, наоборот, тормозится, и уходит месяц на то, чтобы ее опять собрать, переделать. Ну, я имею в виду мягкий материал. И потом наступает процесс уже, как бы, формовки, лития и так далее. Проходит месяца три-четыре. То есть где-то три-пять месяцев уходит на то, чтобы, ну, полгода, чтобы вот от начала. И поэтому, когда работа отлита, и уже там обрабатываешь, там, тонируешь, пытаешься вспомнить, о чем же ты вообще хотел сказать. Да, потому что уже следующее идет, как бы, ты уже живешь в следующем каком-то моменте творческом, и это немножко уже забывается. Ну, в любом случае, потом, когда собирается все целиком, начинаешь вспоминать, о чем, как это двигалось. Вы знаете, ну, вот мне доводится беседовать там с музыкантами, с фотографами, даже с художниками-живописцами. Как вы считаете, природа, вот, природа рождения идеи у любого творческого человека приблизительно одинакова, или все-таки у скульптора она существенно будет отличаться от того, как это происходит у музыканта? Это больше, скажем, каких-то тактильных образов, нежели у музыканта, который сам себе напевает что-то? Или и то, и другое, скажем, какой-то свет и дар? Я думаю, что это, в принципе, все начинается с чего-то абстрактного. Например, наверное, музыка – это самое абстрактное из всех искусств. Мелодия, ну, что-то неосязаемое. Я думаю, что и у художника тоже. Где-то вот что-то вначале происходит на уровне музыки, а потом эта мелодия уже вкладывается в какой-то пластический ритм, в какое-то сознание, ну, и плюс еще в какую-то идею. Ну что ж, Андрей, большое спасибо за то, что нашли время на эту беседу. Я желаю всем вашим путникам и воинам увлекательного путешествия весь этот год. Надеюсь, что многие их увидят и полюбят. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.